всем привет ну продолжаем финальные подготовки кузова борт я вчера пока саша белую базу наносил перетер под 500 сейчас будет 800 к идти хотел показать вот такую вещь вот это вот 3 мовский аппликатор у него внутри стоит там стоит пенал бочечка такая с которой так вот выдавливается порошок так вот если сравнивать с меркой я допустим все время работал меркой я не привык это я тоже пробовал но она очень неудобно приходится вот так вот наносить так это горизонт чтобы что-то размазать потому что когда пшикаешь вот так вот на вертикальной первых она нихрена в ней не держится делается вот такая полоса а толку от этого ну вообще никакого вот можно красивые звездочки рисовать но проявлять и хрен чё нормально проявить по цене она дороже чем мерка гораздо по удобству работы неудобнее в три раза и дольше на ради поэтому кто там колеблется выборе проявку не берите 3 мовскую сука кончено дорогая возьмите у рефлекция видел такие же как у мерки принцип не знаю как там аппликатор рабочий он или нет но она дешевле такой же он рефлекции возьмите она дешевая вот все у меня уже не проявляет ни хрена надавливаю нарисовали красивую полосочку и опять ничего не проявляется это вот так вот как бы совет совет в живую а там думайте сами далее ухты какой а ленивый 500 кстати 500 км нормально пилится с водой просто чтобы вот это вот ну как мы только сегодня еще будем начинать я чистый да весь вот так вот локти грязные все течет по ногам капает работы с водой это конечно наказание я уже отвык от работы с водой понятно мне уже отвык работы с водой вот работа с водой никто не хочется к этому возвращаться эту машину даже доделать как есть дотираем капот трем все эти соткой пока что другого просто нет ничего с водой на 23 сантиметровом брускому тоже не назвать чем чем-то подобным когда-то бруску типа ищем плоскость ну вы поняли и саньком что обсуждаем по поводу цены я просто не помню сколько стоит у сша примерно 10 гривен лист большой я тру половинка листа сейчас на вот это все у меня ушло уже три с половиной полных листа вот этим куском я не дотру здесь он просто перестает работать то есть ушло 4 листа это 40 гривен 40 гривен это чуть больше чем евро один листок полный кубитрона 320 стоит в рознице евро мы сейчас берем розничную цену вот этот весь капот перетирается на маленьком рубанке туда куда становится половинка листа то есть 50 евро центов по времени получается быстрее по качеству получается лучше по сила затратам как бы получается лучше и быстрее опять таки нету вот этого вот говнище по локтям сука ноги мокрые уже так это лето еще ладно можно сказать лето тепло хрен с ним но зимой работать с водой я просто вспоминаю как я работал и вот больше не хочется возвращаться к таким подготовкам с водой уже как бы прошлый век я уже четыре года с водой не работаю на грунтах я просто знаете сейчас для меня это вот это вот шаг назад такой именно откат очень сильный в этом плане ну знаете не наше место мы особо не можем все не трет уже плюсом ко всему этому геморрою добавляется еще тот геморрой что протиры которые мы а мы их неизбежно делаем они как не крути хоть ты обострись они будут где-то они покрываются как бы водой да мы ее конечно сейчас сотрем в течение там часа до потом обезжирим мы пойдем красить но металл плюс вода ну сами понимаете а так как еще тут нету грунтов для протиров в баллонах эпоксидных или каких-либо других это вообще круто вот просто замечательно далее идем с водой когда перебивать я буду 500 наждак восьми соткой в риске не держится вот эта долбаная пудра тем более еще 3 мужская и она оттуда просто вымывается пока ты до нее дойдешь и по факту получается что ты не видишь что ты делаешь как бы работаешь уже на ощупь да благо когда опыт есть позволяет разогнаться в этом плане а как начинающим это тяжело плюс дальше идем плюс того что из минусов чтобы работать вот этим бруском нормально на него надо давить потому что он ни хрена не режет этот наждак на такой площади давить в этом случае нельзя капот китайский не проклеены в итоге и лозишь это его и лозишь и лозишь и лозишь сколько капот уже минут наверно 30 до чуть больше даже чем 30 минут ну мы ушли тут с перерыва на обед его конечно не считает так это я его еще не вычислил вот осталось чуть-чуть я боюсь что этого наждака мне опять таки не хватит пока его тут уж чешу переход шпатлевки на металл жесть вот и считайте откуда блин вообще плюсы почему люди до сих пор как дикие какие-то обезьяны работают с водой до дешевизны то в этом нет никакой вообще так и скорости нет если сказать что хотя бы скорость увеличивается а так не скорости не цены хорошей не качество по итогу плюс сам весь задроченный и мокрым грязничек как свинюкой вокруг тебя все грязное это примерно как полировать фореклы которая с водой полируется весь забосранный стоит снова до головы она нихрена не полирует зато дешево нет наверное да тротим листочком вроде бы осталось чуть-чуть а он еще живет вот получается четыре полных листа пятисотки еще уйдет это лист может быть пол листа посмотрим как пойдет восьмисотки и половинка куска скучбрайта серого смотирующей пасты чтобы домыть добить и разгладить риску которая от восьмисотки останется 5 сотки после восьмисотки останется потому что что-то где-то я не увижу в то что проявка мне это просто не покажет восьмисотка и не все мы уберем на скучь брать уже до глади там раз растянет это все дело ну вот как вы капот выгнал все получилось ровно то есть по шпатлеванию что мы перетягивали аж до сих все все выглядит четко и ровно тут я как раз таки тер переход там где от шпатлевки на металл он почему-то вот на месте не получился глубоковат но все вытерл все ровно то есть на толщине трех слоев грунта все ушло а вру не трех то четырех слоев грунта то у меня туда не хватило там три слоя теперь в идеале вот еще из приколов работы нашего сука городка в идеале это все надо вытереть высушить проявить вытереть высушить пять минут уйдет проявите опять начинаем работать на сухую мы работаем что сделали воздухом маг дунули максимум если вы без пылесоса работает с пылесосом работали вы ничего не делаете вы взяли проявку проявили наждак поменяли и пошли работать так мы загнались камеру в тесную но камеру начала уже заклеиваться тут поролоновый валик под второе ребро но это сейчас все покажем на второй стороне здесь из-за недостатка потому что не привезли заранее валики я фигачил валик скручивал скотче то есть обратку оттуда обратку отсюда закрыли двери они вместе склеились здесь в обратку двери приклеена дверь закрыта крылу прихватилась под капот если останутся валики положим валик если не останутся валики при фигачим скотч подкапотник уже смотрится красиво в отличие от того что было вот санечек фигачит уже отворотный скотч кстати вот я никогда не покупал аппешный скотч именно отворотный потому что я тут продукцию так очень и очень не скажешь и недолюбливаю но у них продукция не фонтан а вот отворотный скотч удобно тем что есть вот эти отрывы то есть три два три отрыва сделал ставил то есть не надо как у тремовского его в процессе работы подрезать это очень прям удобного фигакова туда три кусочка задвинул как бы небольшая зона но удобно то снял бы снаружи ну короче так не спеша по кусочкам зад вперед все отделяется достаточно сделать вот такой небольшой щель небольшую чтобы туда зашла краска зашла зашел лак нормально и потом когда вытащили резиночка это все обратно прижало и все замечательно как-то так обклеивать сейчас будем долго обклеивать придется очень очень много под двери надо подсунуть в дверях еще он кое-где вода поэтому еще сейчас продувать будем все в таком вот духе потому что с водой красить кто хоть и раскрасил те знают что это большой большой гемор чего интересного вот интересных моментов много конечно в обклейке но если все показывать вот эту машину вдвоем обклеивать будем часа полтора полтора часа делать ролик не вариант тут надо еще такую последовательность выбрать чтобы вы когда уже закрыли двери вы вдруг не вспомнили что вы что-то там не сделали не обезжирили или не положили валика вверх уже к примеру скотчем проклеенный ну и так далее то есть сначала все обезжиривается проклеивается все что вы потом не хотите оттирать если хотите оттирать можете не заклеивать закрываются двери затыкиваются ручки заклеивается полностью вся рамка в идеале цельным куском вкладывается сюда бумага специально не вкладывалась дверями чтобы торец когда мы закроем дверь бумага суда в упор не приходила и потом не было тут ребра такого острова тоже кто делал тут знает поэтому лучше приклеится тем более зона тут порога хорошее подпад порог все равно туда краска не залетит изначально очень хорошо вымыты арки рукой парком провожу там с ранее нет чтобы можно было обезжирить там хорошо и потом в обратку приклеить туда бумагу но пока потихоньку потихонечку по чуть-чуть занимаемся мы продолжаем к вен сани чуть полегче тут был вариант в плане валики у нас оставались и посчитали что сюда проще ну конечно лучше валиком бэйм 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 все завалили валиком лючок опять забыли надо не проходить мимо да он открыт капот я вот чтобы была видна разница сначала проклеился бумагой по нижнему ребру а валик приклеил под второе ребро которая сверху когда закроется капот у нас будет щель капотная полностью закрыта но закрыта так что я смогу вот эти достать потому что будет прижиматься только герметиком потому что он внутри так с ручки засовываем салфетки комком заслон багажный та же самая процедура по второму ребру засовывать сюда скотч или не засовывать это зависит от формы багажника в этом случае ничего суда не буду засовывать есть такие формы у багажников и крыльев когда удобнее клеить на ребро багажника но если бы я здесь приклеил на ребро багажника то закрыв багажник у меня бы валик вывернулся 50 процентов наружу его бы надо было ходить проталкивать а в этот момент тут бы мог клеевой стороной оторваться от багажника и было бы дырка поэтому надо выбирать исходя из формы здесь ребрышки не сюда как бы попадать то и не будет будет закрыта но все равно если какой-то даже а пыл потому что снизу торез прокрашиваю будет пытаться туда пролететь он не пролетит и все приклеиваю и закрыта вот остаются арки запихать вот это вот бумагой закрыть вот это скотчем частично пусть его лучше порвет но чтобы если вдруг валик как-то некрасиво ляжет и принесла чтобы потом не стоять и не оттирать черноту все это сумму кукну же шпарит на окна приклеивается скотч обраткой и потом ровненько по скотчу проклеиваться бумага таким образом чтобы только вот здесь а ты даже сюда приклеил а я сюда кусочки себя приклеиваю не запарилась вот сюда надо будет приклеивать кусочек снаружи вот все под молдингами прячется но тем не менее хочется чтобы красиво было багажник засовываем бумагу так чтобы когда багажник закрылся у нас стекло было плотно запечатано и туда ничего не надувал участью приклеим в общем такой процесс долгий нудный обклейка реально получается машине иногда в зависимости от цвета дольше чем сама покраска александр затыкивает последние отверстия и готовимся к совершению обряда надо совершить обязательный обряд по изгнанию этих маленьких бесов черных а то они тут хаотично летают просто если вчера на пороге там прошел то сегодня сумсука по капоту пройдет это будет беда печаль прям совсем то есть сейчас выключаем свет совершаем красивый ритуал убираем все вот это вот остатки потом закрываемся можно обезжириваться плюсом во время совершения ритуала о прилива молодец можно взять и обдуть все наружу выдуть что там выдуется потом включить камеру еще раз обдуть потому что тут мусора капец полы мочишь нам нельзя тут потому что мотор и шумрут это в каком-то там теоретическом процессе вот поэтому как есть сегодня будем на сухую все это дело мозолить но полгода надо включим нашу фильтра тогда будем забивать фильтрашу включим вытяжку и будем просто раздувать все пусть засасывает раз так лучше вот ты готов к совершению обряда давай сейчас рванины мы делаем да давай сначала откроем дверь и все по уберем потом возьмем на рванины и будем совершать обряд свет оси свету закрываемся александр занимается обдувкой а я займусь разведением грунта мокрый по мокрому фирмы gold car но вчера им подпыляли бампера разводится он по инструкции 6 к одному больше ничего но я в него добавил 10 процентов разбавителя просто ребята которые работы сказали добавляем и добавляем она так лучше сразу добавил решил не экспериментировать и в принципе действительно хорошо тоненько все красиво сейчас тоже самая пропорция на пластике вчера разводил 120 грамм грунта на кузов как бы много там не надо протиром немного в этом тоже 120 разведу будет достаточно на пластике даже было больше протиром чем сейчас на кузове обязательно лежать салфеточки рядом что это такое что это за работа и надо сейчас перемешать проверить чтобы на дне не было осадка на дне осадка нет но вмешиваем линейкой оттариваем стакан и наливаем 120 грамм на 120 грамм нальем там честно нет пропорции тем более к этому грунту поэтому нальем 20 грамм от вердоса это будет чуть больше чем как бы положено если по объемной доли вот налил 19 519 5-20 19 7 мы прям четко это у нас будет готовый продукт к тому чтобы зафигачить протиры вот вчера поработали пистолетом маленьким этим w300 и ватт очень очень удобно скажу так откровенно прям баллон отдыхает вообще в стороне во первых факелом шик сразу хорошо не надо несколько проходов делать во вторых мокротой налива можно мокрее можно суши сделать давление хочешь подыми хочешь чуть опусти чтобы толщину увеличить вдруг потом хочешь там что-то подтереть в этом плане конечно удобно но неудобно тем что надо отдельно замешать прийти отдельно потом пистолет мыть еще один но знаете когда хочешь сделать выйти на качество на какой-то вот этих мелочей надо провести очень очень большую прямо цепочку налил я грунт сейчас выставим факел подачу и идем по протирам за протиры мы принимаем все что отличается кардинально от общего фона то есть сейчас фон серый грунт значит белые ну кроме разве что лючок смысла его нет покрывать то есть белая покрываем сука муха и само собой открытый металл уменьшаем подачу вот здесь не буду пылить на белое что в проем грунт не попадал будем перед перепылять сам белым помыли ствол помыли ствол налили туда белой базы и пошли пропылять сразу торцы факел в точку подачи минимум давление надо убрать и так до двойки торцы кармашки все что неудобно пропылять и обычно потом забывается когда идешь большим факелом пока что липкая салфетка еще ничего не протиралась очень удобно прям вообще я прям доволен сука ну муха задолбала ну александр уже красится торцы ему прокрасил это удобно тем что на торцы теперь можно внимание не обращать эти спокойно по плоскостям прорабатывать их он этот борт уже завалил будет четыре слоя подложки также как на бамперах и два слоя перламутра потом два слоя лака по поводу лака не знаю я буду лакировать или саша мне как бы и без разницы ему лишний опыт полняки он еще такие не делал что хотел сказать по поводу вот этих вот протиров зачем их подпылять надо но не надо протир подпыляя грунтом делаем антикоррозионную защиту это раз делаем одинаковую структуру по грунту и цвет это два избавляем себя от шанса оконтуривание это три тоже подрыв и ускоряем процесс закрывания протира если его просто база переспать это 4 как бы 4 пункта грунтом для протиров подпыляем мы себя обезопасиваем и ускоряем процесс работы все зайдем уже сюда на первом утре белая база неинтересно насыпаешь да насыпаешь прокрашиваешь да прокрашиваешь долгий нудный процесс санек что-то недоволен что чё не выпарилась да ладно ни хера себе как так она же быстро испаряющиеся это реально да без жирка это размазанный жир охренеть ну вот оно даже на крупном фоне и оно есть смотри такие аж пятнышки хотя бы аааа ааа я губкой протирал эту сторону первой ну я два раза обезжиривала еще проходил значит сейчас будет никакой ничего не наливать да ты шо ну напыляй тогда если на втором слое не будет уходить желтым скотч брайтом будем перерабатывать вот такие ситуевины бывают неприкольные ааа что происходило ну тут да не видно ничего и мы когда машину мыли я взял губку она вроде и чистая начал мыть ту сторону с водой обтирать ну после после матирующей пасты а потом я пришел на эту сторону мыть я когда протирал такое ощущение вот непонятное как будто жирный ну не явно жирный поэтому думаю может показалось а нихрена не показалось до меня только сейчас дошло хоть и обезжиривал два раза видны такие некрасивые пятна и линии но это все дело надо пересыпать просто пересыпать базой первые пару слоев она уйдет но все равно неприятно а если мощно жирно налить она пущу и такие вообще контура долл который надо пилить наждаком поэтому подвох может быть в любом месте сейчас мы попробуем это порви его просто да и все у нас имеется вот такие вот вкрапления во первых это база грязная во вторых камера чуть подсыпает то есть их чуть-чуть срезать желтым скотчбрайтом это мягкое покрытие здесь будут материал здесь будет еще один слой наноситься вот видно какие-то прямо ворс причем конкретный ворс здесь будет наноситься еще один слой поэтому можно смело подрезать их если такое залакировать тем более на перламутри это очень очень некрасиво саша проходит липкой салфеткой он чувствует где она цепляется там берет и подрезает ну я пройдусь подрежутся хочется откраситься конечно что было все ровненько и приятненько смотри у тебя задача первого по сути также уже как и лак пойдет по принципу входа вполне без крыши это хорошо начиная с заднего левого крыла то есть это точка твоего старта с низов то есть начал низа пошел порог и ушел то есть ну где-то берешься два элемента для первого с левого крыла и пошел прошел вниз вверх крыло обошел капот и закончил вот там застыковался развернул шланг обратно и опять с расстояния ну давай пока я развернул редуктор я не могу давление полторашка вполне нормально пистолет бы надо было вымыть по-человечески ну ладно подача на все да в принципе по торцам тут ну проем можно вот тут пыльнуть вот здесь пылить как я тебе говорил тогда не надо также как и на фарах и на всем остальном пойдем снизу поскольку первым но если у тебя шагов хватает иди лучше сразу вдоль всего борта чтобы не было перестыковок а если перестыковку у тебя есть не держи это первым будет полу полоса вертикальная будет если тебя перестыковка есть от ее должен вот так аж закончить то есть аж аж дальше а начинать ее аж аж отсюда как бы иначе будет дрова но лучше всего первым это не лак ты взял и пошли это будет лучшим вариантом и для меня уже нету ни арок ничего то есть все закончилось на том когда мы наносили базу для меня теперь есть только условное автомобиль вот она аж только вот тут начинаешь идти прямо чтобы у тебя не было никаких перестыков уходишь на капот то есть просто пошагово уже как с лаком первый слой лучше крестом уложить первый слой проходишь расстояние большое скорость самое главное равномерное и переступание одинаковое по расстоянию то есть ушел от себя вернулся на себя следующий проход лучше сделать сверху вниз то есть чтобы у тебя перехлестнулись края ну не края как бы проходы чтобы они перехлестнулись в данном случае мне уже все зацепило то что я пошел сверху ну мать его так на лаке не прокате лаком лучше снизу начать главная равномерность я рукой компенсирую свои кривые шаги и заканчиваешь всегда дальше чем надо потом у меня дверь закончилась где я а где закончил я уходим на крыло тут фактически насыпаем первым не наливается и даже самая шляпа с багажником сейчас я его пройду вот так причем я не заканчиваю какой-то там торец или еще что-либо я его пройду весь целиком все ты теперь можешь сейчас прям сейчас сразу обходим вокруг багажник пойдешь вдоль и капот дотянешься вдоль полностью или нет нет тогда аккуратно пройдешь насыпешь так ну капот длинный на самом деле я нормально наверно не дотянусь до него давай я тебе буду шланг заносить только нигде не останавливаться равномерность проходов лучше увеличить расстояние начинаешь снизу и не останавливаясь уходишь у тебя нету арок теперь и всего остального не бегай уводи дальше ты должен закончить за элементом уже на меня полностью полос его и туда за капот аж ушел вот аж на крыло вот где-то там отлично теперь уходи коснись вот этой точки закончил отлично и пошел елочка елочка елочки протягиваю теперь напрямую никаких переступаний на перламутри взял и ушел не надо лишний вот это пшик-пшик-пшик это не база она-то видно тут не будет на стойке у на капоте это будет как облака такие поум-поум-поум не дотянешься не надо заходи отсюда заходь нет заходи его так слева вправо только близко не подводи чтобы тебя не было полосы быстро не проводи сделала его красивым мы красим все целиком поэтому капот можно оттянуть уходи теперь на себя и пошел-пошел-пошел-пошел отлично не торопись саша ты бегаешь не надо бегать иди спокойно поскольку цвет мы регулируем сами то его надо грубо говоря повторить вчерашние проходы все ты не заканчиваешь полностью деталь ты закончил деталь краситься от этой точке ты ее должен был вот тут закончить они вот одета вот так давай ты верх не прошел голову не хватит ну да подлезет сразу видно зерно хоть она и нанесена с как бы с большого расстояния но по сути насыпано если пытаться налить первого во первых будет сильно большой мы сильно такой мощный эффект это не какая-то эксклюзивная покраска мы делаем примерно заводской цвет от этого эффекта потому что если человек откроет проем а там вообще будет не тонну как бы тоже не то если же какой-то делать эксклюзивный цвет да его можно мокро прямо с большого расстояния мокро наливать и он будет красиво смотреться эффектно так но здесь не та задача поэтому мы просто равномерно насыпали время на переслоение у перла есть поэтому он может сейчас спокойно зайти оттуда багажник тут прикрыть не спеша пройди его вдоль только не полосить а просто начиная с заходом на каждое крыло то есть взял из-за крыла и ушел сбросил за крыло вот не торопись не торопись вот вот это по скорости нормально то есть самое оно хорош хорош все на этом заканчиваем идем разводить лак пистолет и уже помыл плачать будем пробовать давил без джетей проб бейс т20 башкадью за 1 и 4 быстрый довольно таки ствол это не наш ствол на моем благополучно дали поюзать сюда ствол быстрый ну давление примерно два с половиной но два и два но это еще редуктор оставляй а ну да чисто я это что в сторону попробуешь ну это он очень быстрый да ладно я я тоже говорю именно про light как ты сниму прошка 120 башкой как ты его покажу как ты ее потащишь надо на самом деле просто начать с элементов вот и все ну тогда берегите голову но слагом все так же торцы по этой стороне можно даже и по той стороне сразу провалить то есть тут никаких нарушений да я сейчас бегать буду вокруг него самая что я не вижу что я делаю вот тут я только начал видеть вот тут все вот 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 Я не вижу. Вот этот? Я ее не вижу вообще. Надо запылил, запылил. С капотом все полегче. Сп назад. С моменту не возвращается в дом. Его ушел. наливаем я сейчас буду перепроливать я сейчас буду идти по одному элементу потому что да потому что я реально не вижу не хватает света и влачок ну и скажем что бы стойнул такой что а 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 и а а а Продолжение следует... 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 потому что большая скорость а скорость большая лишь за счет того что много воздуха воздуха два с половиной очка я на все выкрутил лишь закрыт это укрутил пока главу пор ушла воздуха два с половиной очка башка т20 тут и 2 это 20 до транс течет именно лаковая голова 1 4 дюза перенос хороший перенос быстрый но перенос низкий по проценту именно на поверхность лак меня не впечатляет вообще что-то не как он есть но работа с ним неприятно сейчас проветрится зайдем посмотрим чем там сделать посмотрим что же у нас получилось в общем неплохо есть есть сарины это сарины камерные то есть никуда не деться по поводу шагера нужны шагера перепыла все-таки он имеется вот четко видно такой суховазь 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 хоп и пошел глянец хороший то есть лак не впитывает себя пыл так как мс должен это делать на чем мы закончили на то что у нас села батарейка в кармане по поводу шагера здесь я совершил такую ошибку как бы что пошел сразу вдоль всего борта но не сказать что ошибку и просто с этим лаком знаком ровно один бампер и надо было просто больше наливать но шагер здесь один в один японский то есть тут не до колупаешься здесь стекло растягивается это уже села от скотина она села и сделала букву джей если вам видно на камеру должно быть вот так вот видно буква джей нарисована джингл мать твою нахер ты там лазер ну да ладно тут кстати тоже шагер присутствует но он более растянутый потому что здесь я уже поэлементно с первого слоя наливал и наливал чуть больше значительный полки верхние растянуты хорошо к крылу вопросов нет капоту вопросы только крупных мусорин вот здесь вот здесь там чуть-чуть померчен капот по-любому надо полирать вертикальной плоскости то есть двери крылья заднюю только там переход как таковые полировать не вижу смысла ну капот лицо машин конечно надо под убрать чуть-чуть и вот о чем говорил как целлюлитная какая-то с задницы лак себя такой ну 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 ни о чем но не нравится мне лично смотрю на это дело он мне нравится лежит вот там где вертикально нравится есть тут не нравится по потекам по потекам все плохо ну в плане плохо их нет да потека не видно когда его нет вот я его не вижу значит его нет если честно был бы потек и вам показал также как на стойке в дверях а так все нормально в принципе все будет я не уверен что я смогу показать вам эту машину в сборе может быть разве что на фотографиях где-то вставлю потому что саша и увидит сборе а я не факт потому что я отсюда отчаливаю санечка остается работать у него еще тут есть чем позаниматься с другими машинами мне надо строится такие вот дела поэтому на этом на сегодня и на сегодня и на этой машине все если какие то есть вопросы предложения какие-то замечания комментарии открыты для всех там мы можем это все дело обсудить поэтому всем спасибо что смотрели спасибо александр за участие за посчитаем давайте дни пятница после обеда суббота после обеда сутки воскресенье после обеда сутки понедельник после обеда сегодня понедельник да три дня три дня с пятницы на субботу раз суббота воскресенье 2 с воскресенье на понедельник ну ладно три дня и еще там пусть 6 часов на на субботу раз то есть мы не уложились три полных дня именно именно по суткам да то есть довольно таки быстро причем это белый перл просто покраска сама очень длительная очень много слов ладно бла-бла-бла всем спасибо за внимание всем удачи пока